Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok и выйдут и скажут, донесут эту думку, что они уже знают, и выйдут и нам скажут. Никто не держит. Мы вас просим. Мы вас просим. Сходите проводить сбори. И примите вообще решение. Честь офицера, я думаю, это не просто слова. Правда? Честь офицера, я думаю, это не просто слова. Я сегодня давал слово, что военная часть не будет принимать участие в каких-то конфликтах. Вы даете слово офицера? Нам цього мало. Нас убивают, и они не будут принимать участие. Не просто мало. Нам треба, чтобы вы сказали, что вы захистите народ. Нам треба, чтобы вы заявили, что вы захистите народ. А не, меняем сплідницы на автоматы. Вы пробуете принимать нейтралитет. В 1937 году так же принимали нейтралитет. Я военнослужащий. Я четко могу выполнять распоряджения и наказы и Конституции Украины. Так выполняйте Конституцию. Народу. Народу. Не какого садиста самодура, а народу. Так, иди проведите збори, скажи, что люди чекают, что вы заявите, что вы их захистите. Мы могли говорить про політику ранее, а теперь у нас десятки захистят. Тань, Тань, відпусти, хай идуть, проводят збори. И скажут, что вы захистите народ или не захистите? Вы ее наказы читаете? Потримаете или нет? Давайте так, другим. Тань, Тань, с командой хай идуть, проводят збори. Ни. Идуть збори. И вы идут нам скажут. Банально важно, что стоять. Вы сказали, что вы наказ только отримаете. Вы ее не поддерживаете. А влада держится на вас, на силовиках МВД. Вы, військовые, сейчас занимаетесь політикой. Вы знаете, армия без політики. Ни, вы сейчас занимаетесь халимой політикой. Это політика? Запрошите сюда пожежников. А вы занимаетесь своей буденкой политикой? Вы думаете, про это вам спать, что вам жерли? Чтобы не погорело так, как на стрессе. Какой там дружина, где лежат? Вы про это думаете? Приймите решение, которое приняли на Сахарова. Если вы так считаете, то что я могу сказать? Мы так считаете. Ситуация склала вас так. Залишите ближний дум. Это не думка, это вы. Мы с Руханем до вас пришли. Розумите, Руханем, сделайте, пожалуйста, выбирь народу. Я вибирь на вас. Я сейчас заканчиваю передачу. Я не знаю, что вы не думаете. А если приходите. Нет, то есть зайдет пару людей с ними. Мы не будем ничего. Мы не будем против народа. А за народ? Вы так говорите. Мы за народом. Вы, как милиционер, для кого двух кров, галтуют женщины, стреляют ей голову, а вы не застосовываете оружие. Вы так? Вы, как милиционер, это трофик. Согоня. Гранди. Я уже 20 трупов вынесла в Майдан. Я уже не рахнул. Вы что, издеваетесь нас там? Вы хотите пиздец? Тут хапнуть тут все разом. Вы понимаете, что народ уже так взведенный? Вы остальная крапля и остальные рубежи, которые могут что-то сделать. Или не доходят до вас? У вас же не одна из вилин. Вы же нормальные квалификованные офицеры. Вибачьте, что я вам так говорю. Просто вибачьте. Я не хочу взвывать. Вас доставляют принято решение. что оружие против мирного населения не будет застосовываться. А почему Доскандача Сына из Кропетровска перекидается в Киев? Мы пойдем помогать в Киеве. Взяли в Галицком отделе милиции 1139 одиние зброй. Кто там ничего не взял? Не знаю, кто взял. Никто ничего не взял. Там все было виноват. Он хочет писать на Майдан. Да, там ничего не было. Мы готовы брать. Там ничего не было. Майдан стоит беззбройный. Майдан стоит совсем беззбройный. Была беззбройная там... И, смотрите, самое главное, чтобы эта зброя не была выкорсана против нас. Она уже выкорсовывается против народа. Что вы за это скажете? Это ваша ответственность. И люди, которые там есть, я хочу вам сказать, я отвечаю за свою військовую часть. За всю страну. Но я за всю страну не могу. В обязательствах у меня нет. Уже зброя застосовывается против людей. Чтобы у нас боевая дивизия, которая осталась. Потому что зброя сейчас застосовывается против людей. Я слышу, что стреляют лайперы. Я не сказал, что не застосовывается зброя. Я сказал, что мою воинную часть, моих солдат, офицеров против мирного населения, против украинского народа не будет застосовываться. Мало? Ну, на сегодняшний день, я хочу сказать, что это будет политика, я, военность, не могу. Послушайте, давайте пологично. Зброя уже застосовывается. Вы давали присягу, чтобы защищать народы Украины. Третий вопрос. Если зброя застосовывается против народа Украины, то вы давали присягу на закон. Третий вопрос. Вы должны ответить. Я хочу спросить. Я хочу вам сказать, что зброи и стики уже на руках. Что и воинские. А вот таки и воинские. Потому что народ зайдет всередину, будет говорить солдатам. Тобто, вы хотите сказать, что студенты из Камидии должны тебя защищать, а вы выясните свою работу. Как я хочу сказать, там есть такие люди, провокаторы, есть разные, разные, которые просто-напросто хотят не хламить. Вы знаете, да, стреляют в мирное население для того, чтобы что? Зверили все. Все зверили. Понимаете честно? Захистите! А если воинские военные работают? Я вам говорю, что я не допущу, чтобы зброя была застосована против мирного населения. Не допустите. Приедите в Киеве, не допустите. Государство, постойте. Десять тысяч людей, я среди них стояла беззбройная подината, стосовывали меня вчера. Я хочу сказать, что мой сын живет в доме, у него закрыли его, его выставили в доме, потому что, если у него есть военные припасы, у вас лежат, они не могут зебраться. Я не знаю, потому что ему газы включили, я радуюсь. Пятая месяца он там ходит. Пятая месяца переживает, что эти войска еще не выходят. За пятая месяца было десятки, сотни звернений до керевництва внутренних войск. Мельцово штабу. Но тупо керевники. Чому никто мозгами не подумал, что нужно действо народного говорить, не слушать наказы, где-то там куда-то, а говорить своим керевникам, генералам, что вот такая ситуация. Трудничный, а почему вы поведете, что в этом стоите. За три месяца блокировали, вы уют військовой части. Мы за ней… Треба сделать вносу цей… Вот Додина сказала… Треба сделать вносу цей воздействий. Треба сделать вносу цей воздействий. Треба сделать вносу цей воздействий. Продолжение следует...